Здравствуйте, уважаемые друзья! Как я и обещал, после нашего видео-вскрытия данной модели, мы снимем для вас видео-обзор о уже прошитом русскоязычном Lenovo K900. Комплектацию мы с вами уже смотрели, а поэтому я не буду заострять на этом внимание. Давайте перейдем сразу же к нашему смартфону. Итак, Lenovo K900. Новая модель на базе процессора Intel. Два ядра у нее работают в диапазоне от 800 до 2000 МГц. 5,5 дюймов дисплей, Full HD разрешение. Великолепные технические характеристики, очень тонкий, очень стильный. Крышка металлическая выполнена из металла. Спереди у нас закаленное стекло Gorilla Glass 2. Модель является недешевой, то есть она занимает такую нишу дорогих китайских смартфонов, дорогих оригинальных китайских смартфонов. А поэтому, ну, довольно-таки интересный аппарат для вас. Ну, и очень был интересен он для меня. Как видите, что данная модель работает на одну симку, микросим, по типу как у айфона. Корпус тут цельный, то есть он не открывается просто, крышка нигде никак не открывается. Вот такие вот болтики есть. Ну, и давайте перейдем к нашему смартфону. В первую очередь, хочу сказать, что мы его прошили. В принципе, прошивка официальная, то есть весь фирменный такой софт, все фирменные фишки Lenovo, все сохранилось. Поэтому данная модель предстает перед вашими глазами, ну, скажем так, в самом официальном виде. То есть вот эта вот менюшка, вот такая вот 3D заставочка, все официальные Lenovo фишки. Давайте просмотрим наш смартфон через программу Antutu. Я уже показывал, сколько набирала данная модель в прошивке англо-китайской. Набирала она там 27 тысяч. Ну, вот когда прошились, набирает теперь 22246. В принципе, это очень достойный результат. Но, опять же, все зависит от прошивки. Данная модель способна на много, на большее. По железу, как я уже говорил, Lenovo K900. Работает на базе процессора Intel Atom Z2580. Максимальная частота ядра 2 ГГц. Что интересно, что, как я уже говорил в обзоре предыдущем, я сомневаюсь, что данная модель будет хорошо работать, допустим, с современными играми. И я зря так говорил, так как я не увидел, что графический чип у данной модели это стандартный PowerWare SGX 544MP. То есть, все сейчас процессоры MTK6589, турбированные MTK6589T, они все идут с данным графическим ускорителем. А поэтому, ну, я думаю, что у этого смартфона не будет никаких проблем с современными играми. Как я уже говорил, данная модель обладает 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ на борту встроенной. Камера у нас задняя на 12,6 Мп. Это реальная оптика, то есть, это не интерполяция. Я фотографии сделаю, видео сниму, выложу под видео, сможете посмотреть по ссылочкам. Фронтальная камера у нас на 2 Мп. Пикселя считаю, что это реальная частота, и что я заметил, это камера у нас тоже с автофокусом. Прошивка у нас 4.2, стандартный Android. Давайте посмотрим на некоторые программки, которыми мы тестировали данную модель. Во-первых, Z-Device Test. Это программа, которая тестирует все датчики. В данном смартфоне есть датчик гравитации. Есть датчик приближения, датчик освещенности, компас, GPS великолепнейший, Wi-Fi, Bluetooth стандартный, акселерометр. Ну, скажем так, ничего такого особого, каких-то таких изощренных датчиков, какой-то там температуры, давления и тому подобное в смартфоне нет. Ну, не знаю, плюс, минус это я, если честно, как-то особо вот этими датчиками не пользуюсь. То есть, максимум это акселерометр, приближение, это самые основные, то есть, гравитация, вот это самое основное. И меня удивило лично то, что для смартфона 10 точек касания, ну, я считаю, что это что-то невероятное. То есть, это новинка, такого я еще не встречал. То есть, в руках практически всегда у меня попадаются только, скажем так, бюджетные китайцы, те, которые, ну, не стоят вот этих денег, как стоят данные Lenovo. Lenovo это уже такой сегмента топовых Samsung, то есть, такая же цена. А поэтому, вот, он может удивлять. Например, максимальное количество точек касания в смартфонах, это был же AUG3, у которого было 7 точек касания. Тоже считалось, что это нонсенс, ну, много. Так, идем дальше. Я хотел вам, ваше внимание, обратить на прошивку. Все-таки прошивка у нас официальная. И первое, что вот когда бросается в глаза, когда берешь смартфон этот в руки, да, видно, что классный экран, видно, что классный корпус, классно собрана модель. То есть, дорого, богато, тоненькая, аккуратная, стильная. Но прошивка официальная. То есть, это не просто взять в руку смартфон Zopo, смартфон THL, смартфон какой-то там Star, Hero и тому подобное, где просто пустой Android, который, скажем так, стандартный на всех-всех-всех смартфонах. Тут официальная прошивка от Lenovo. То есть, во-первых, тут, ну, не стандартная совсем Android. Он стилизирован под свои фишки. Например, есть вот у Lenovo вот даже работа с датчиками движения. То есть, можно вот блокировка встряхиванием вот так вот работает. Вот можно так делать. Есть всякие фишки типа, когда он выключен, можно его будить не только вот этой вот кнопкой, но и качелькой громкости. То есть, все это настраивается. Это очень интересные тут функции есть. То есть, сам рабочий стол тоже имеет вот ряд настроек. То есть, тут идут параметры, эффекты, обои, темы. Можно выставлять количество рабочих столов. То есть, ну, очень интересная такая прошивка. Различные функции тут есть. Сверху тоже есть вот такое вот выпадающее меню. Ну, очень интересный вот гаджет, вот этот вот, точнее, виджет, который показывает нам в связи с нашим процентом батарейки, сколько нам останется в данном режиме времени работы. Скажу, что у данной модели 2500 мАч аккумулятор один. Я считаю, что этого маловато для такой диагонали, для такого разрешения, напоминаю, Full HD. Также, когда ваш смартфон Lenovo K900 разряжается, то смартфон включает множество есть режимом энергосбережения. То есть, отключает звук, отключает яркость. Ну, то есть, максимально все сделано для того, чтобы вам было удобно данным смартфоном пользоваться. В принципе, по прошивке все. Давайте все-таки посмотрим, какой у нас в нашем смартфоне экран. Вы уже, я так понимаю, что видите, что экран очень яркий, очень такой контрастный, сочный. Все цвета, ну, просто супер, просто бомба. Я не могу подобрать других слов. Углы преломления у нас, углы обзора у нас максимальные. То есть, экран, наверное, один из лучших, что я видел вообще в смартфонах. То есть, такого уровня экран, как Samsung Galaxy S3, S4, тот, который Full HD. То есть, по прошивке вот нету никакого китайского софта. Вот я сейчас даже листаю последнюю картинку. Мне показывает смартфон, говорит, что все, картинка последняя. Это уже последняя картинка. Дальше некуда листать. Так же самое, наверное, тут будет. Вот, ну, очень нравится мне эта прошивка. Очень классную прошивку поставил наш программист. Тот, который занимается этим всем. Что меня так же удивило, что порадовало. Вот этот вот динамик снизу, я был очень удивлен. Я не слышал такого звука в смартфонах, в играх, в фильмах. То есть, я был поражен. Я не держу, как бы, в основном такие смартфоны, как там Samsung. Я их не тестирую. В основном в руках бывают. JAU, Zopati, Shell, Lenovo. Ну, вот такого звука я не слышал. Хотите верьте, хотите нет. Я не знаю, услышите ли вы сейчас то же самое, что слышал я. Ну, давайте хотя бы примерно попробуем это сделать. В конце концов. Каждый будет сам за себя. Что делаем? Готовимся. Звук супер. Идем дальше. Очень много вопросов у меня было по поводу работоспособности данной модели. По поводу, действительно, настолько ли она мощна, как было в предварительных обзорах. Те, которые мы видели, те, которые встречали в интернете. Я не буду показывать, как данный смартфон работает с браузерами, как данный смартфон работает с YouTube. Понятно, что все это отлично запускается. Производительность и мощность данной модели просто зашкаливает. Покажу только, что, смотрите, есть у нас рабочий Play Market, который действительно работает, скачивает программы, скачивает приложения. Вот у меня установлены некоторые из них. Вы это можете видеть. А поэтому можно смело брать у нас данную модель и пользоваться. Давайте посмотрим на некоторые игры, с которыми данная модель справляется с легкостью. Давайте посмотрим на некоторые игры, с которыми там было утверждено. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Для съемок Отлично у нас работает как автофокус Вот так вот Также у нас есть отличная фронтальная камера Которая также умеет фокусироваться И умеет снимать Давайте посмотрим Как фотографируют То есть ну четкость изображения Вы можете видеть сами А также я вам сделаю пару фотографий Видео под данным обзором Кину ссылочки Параметры вот такие Вот есть самые-самые разнообразные То есть разрешение, режим сюжета Эффекты, качество изображения Есть расширенные, есть прочие То есть ну можно поиграться Можно подобрать для себя Что нравится Итак, давайте подведем итоги Смартфон Lenovo K900 Это небюджетная модель Это довольно-таки дорогой смартфон Выполнен он из очень качественных материалов Классный экран Матрица IPS Разрешение 1920 на 1080 пикселей Из достоинств Во-первых, это брендовый смартфон То есть мне понравилась прошивка Мне понравился внешний вид Мне понравилась производительность данного смартфона Мне очень понравилось Как звучит звук внешнего динамика Как звучит звук из наушников То есть я был впечатлен, поражен То есть мне это очень понравилось Из недостатков могу сказать Что, во-первых, для меня смартфон немножко великоват То есть 5,5 дюймов Плюс вот такие вот довольно-таки большие рамки Ну, мне такое не особо нравится Из недостатков могу сказать, что цена То есть цена, он не такой дешевый, как хотелось бы Также из недостатков заметил вот такую вот особенность В комплекте поставляется вот такая вот Вот такое вот зарядное Оно очень качественное То есть на ощупь очень такое классное Но, когда я тестировал данный смартфон У меня оставалось там буквально 10% Я скачивал через интернет игры Там ставил все-все-все-все-все У меня стоял просто подключенный к компьютеру Даже к сети у меня был подключенный К обычной сетевой зарядке Не оригинальной У меня был подключен данный смартфон И проценты у меня вот эти вот, которые здесь Они мне поднимались Они у меня падали Потом я понял, в чем вся проблема Дело в том, что на зарядке Вот как вы можете это увидеть сейчас Написано, что 2-амперная это зарядка То есть данный смартфон потребляет энергии Примерно как планшет Как большие планшеты Как Кубу 30 GT 2 Как PPM9 Как Spark, Inol То есть данному смартфону Обычной стандартной зарядки Мало Ему нужна вот такая вот Мощнейшая оригинальная зарядка Я считаю, что это тоже минус Ну а так, в целом Смартфон очень добротный Если вам понравился наш видеообзор Заходите на страницу По данному товару Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки И будьте всегда с нами Всего доброго Спасибо за внимание Продолжение следует...